Ребята, всем привет! Добро пожаловать в новый влог, добро пожаловать в новое видео! Сегодня 19 декабря, понедельник, у меня первый день микроотпуска, того самого, помните? Три дня в ноябре я не стал догуливать, и вот они перенеслись как раз на вот эти вот дни, когда мама приехала. Мы едем в торговый центр, едем гулять сегодня, сразу расскажу секреты, пойдем гулять по Европе, давно там не гуляли, в торговый центр едем в Красную площадь, походим, погуляем, побродим, покажем, как там нарядили все. Может и в Европе тоже что-нибудь нарядили, на самом деле. Видали, видали, как тут какой-то бал, как будто будет. О, из шариков убрали, помнишь, там сказка была? Ёлку какую-то бабахалин, красиво. Это в Красной площади такое. Мы наконец-то добрались до этого, до Леонардо. Карандашики, помните, мы хотели в Леруа Мерлен взять, и в итоге забыли. А может, мы и не говорили в прошлом влоге, позапрошлом. Короче, мы взяли вот такие карандаши, инженер. И я такой говорю, что такое, что за ТМ? И Алиса мне говорит. Твердо мягкий. Прикиньте, я такой... Потому что привык, что даже карандаши у нас были, не русские, нифига. Ну да, А, Ш, Б, там, Б. Да, да, да. Это. Блин, а я помню, вот абсолютно так же выглядел конструктор. Да. А может, они... Инженеры я первый раз вижу. Может, они переименовались, на самом деле? Я, правда, 7 лет ими не пользуюсь. Может, много чего поменялось. Их даже в наборах нету. Да. Ну, то есть инженер-набор. Прикольно. Карандаш... Карандашам всегда приятно писать, на самом деле. Я даже любил... Да я сейчас люблю вот эти вот, которые... Гриф закидываешь туда. 0,5-0,7 толщина. Просто автоматически карандаш. Да, я всегда такими пользовалась. Я не люблю ручки, мне нравятся карандаши. Я даже на какие-то лекции в аневере карандашами писала. Ну, не знаю, мне почему... Тащилка нужна. У нас тащилки даже нет. Уже нет, мы продали. А еще, вообще, конечно, прикол. Кахенуровский карандаш стоит 59 рублей. А инженер 13. 13. А, казалось бы, карандаш и карандаш. Ну, вообще, сделали вывод с Мишей, что мы немножко отстали от мира. В плане центра. Ну, немножко, да, подзаморозились, как будто бы в каких-то там... Лет так 5-6 назад. Да, да. Ну, и ладно. Зато сейчас все... О, удивляешься. А я бы взял, на самом деле, все-таки вот такой-то с резинкой. Ну, возьми один такой, один такой. Давай, держи. Ты тут? Подожди, дай посмотреть. У меня будет с резинкой. Классический. Нормальный взял? Здесь вот он не расщепится. На рубль всего лишь дороже. Да. Ребята, европей отменяется. Мы гуляли по Красной площади. Ну, это забавно, конечно. Но это же зимний вариант, да, гулять по торговым центрам. Мы гуляли, значит, ходили по магазинам. Мама по своим магазинам ходила, которые ее интересовали. А потом мы дошли до духов. Мама подарила нам духи. И Алисе, и мне. Вот. Так что у нас теперь есть вкусные духи. Оригинальные какие-то. Вот. И мы решили... А, ну, карандаши купили. И мы решили, что не поедем и в Европе. Время уже такое, что сейчас, во-первых, и солнце сядет, которого, в принципе, нету сегодня чего-то. И мы на обратном пути. И уже туда сейчас попадем в пробки. Переносим Европею либо на завтра, либо на потом. А сейчас едем домой. Есть суп с фрикадельками, который Алиса приготовила еще позавчера. То есть он настоялся уже. Это вот самый вкусный суп, который настоялся. Сейчас мы его будем ответовать. Мы нашли лаваш вкусный в городе. Ну, я надеюсь, вкусный. Мы еще не попробовали, но он, по-моему, очень похож на грузинский классический лаваш. Вот Алиса, смотрите, как супчик накладывает. А все, почему? У нас нет поварешки. Ладно, суп раз в полгода готовим или в год. Я думаю, что можно просто наклонять кастрюлю. Выливать. Не, будет пыхаться будет тогда. А можно просто из кружки сразу есть суп? Ну и, пожалуйста, две кружки супа. Ну что, друзья, мы сегодня посмотрели старый добрый фильм 1969 года под названием «Замороженный с Луидой Финессом». Офигенский фильм. Мама его вспомнила. Вспомнила, как ходила на него в кино еще в те годы. В 70-е годы. Как раз, да, то есть, ну, можно сказать, в премьерное время. Это, да, либо это был 69-й, либо это был 70-й. Вот. Ну, здорово. На самом деле, когда ты смотришь это в 2022-м и понимаешь, что, как бы, может, было 70-м увидеть впервые на большом экране. 52 года назад. Да, 52 года назад. Обалдеть. 52 года назад. Классная, офигенская комедия. Очень добрая такая, веселая, как всегда. Ну, Луи Де Финесс, как только ты слышишь это имя и фамилию, сразу представляешь, какой фильм. Ну, где вот это все. Вот. Так что завтра мы, скорее всего, будем смотреть еще один фильм с Луи Де Финессом. Что-то там про какую-то капусту или что-то такое. Мы попытаемся вспомнить название, но сейчас прогуглим, и все сразу вспомнится. Вот. Какой план на завтра? Вообще ничего не могу сказать. На самом деле, сегодня, ну, как бы, был другой план. Мы думали, Европея будет. Ну, никакой Европея. Вообще, и не пахло никакой Европеей. У нас сегодня ночью минус 5 будет под утро. Сейчас вот ночью минус 4, а под утро, к 7 утра, будет минус 5. Но потом опять тепло. Завтра, вроде, как солнечный день. Солнечный день, я на прогулку выхожу. Вот. Вот. Че почем, хоккей с мячом? Короче. Че будет завтра, не знаем. Но вы оставайтесь с нами, и вы увидитесь. Увидитесь. И вы увидитесь с нами. И увидите, что будет завтра. Вот. Все. Спасибо вам за то, что вы смотрите даже вот такие коротенькие и простые домашние, можно сказать, влоги. Спасибо всем, кто нас поддерживает на Boosty. Я сейчас вот постараюсь смонтировать этот влог сразу и выложить его туда. Вот. Все. Всем хороших выходных или будней, когда вы смотрите, вдруг вы пересматриваете это, когда уже прошло время. Так что хороших вам дней, вечеров и ночей, и утр. Все. Пока. Покеда. Субтитры сделал DimaTorzok